Наконец наступил самый долгожданный момент многих людей, особенно тех, кто имел пятидневный рабочий график – вечер пятницы. При этом пятница была необычная, а первая пятница – лето, жаркое и душное. Воздух был наполнен сладостью цветущей природы и чем-то особенным, наверное, предвкушением и надеждами людей на прекрасное лето. В ресторане «Вермонт», как обычно, было много людей. Сегодня за столиками было особенно шумно, а на втором этаже вовсе отмечали юбилей какого-то бизнесмена. Однако не все наслаждались прекрасным вечером. Персонал ресторана сновал по залу, словно пчелки в улье, наряженные в фартуки. Алина Беликова собирала приборы на новый столик, когда к ней с тяжелым вздохом подскочила Мария, новая официантка. Она хлопнула круглым подносом сильнее, чем следовало, выражая этим свою усталость и негодование. «Я заколебалась», — простонала она. «Когда они все уже наедятся и напьются?» Погода роскошная, шли бы на улицу. Отталкивались ножками от асфальта, рассекали личиком воздух. Она бросила взгляд на часы и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Боже, еще и время тянется, словно жвачка, прилипшая к подошве кроссовка», — застонала она. Алина, покосившись на коллегу, улыбнулась. «Очень поэтичное сравнение», — заметила она, проверяя приборы на чистоту, прежде чем сложить в конверты. Мария надулась, а затем пытливо посмотрела на Алинку. Она в какой-то степени восхищалась этой девушкой. Алина была красивая, спокойная, совсем не нервничала, даже если гости перегибали палку. Например, недавно она бровью не повела, а вежливо, но четко отбрила пьяного богача, который хотел купить официантку на вечер. «Машка бы точно не сдержалась», — сказала пару ласковых. «Как ты остаешься такой спокойной? Ты что, не хочешь домой?» «Я смотрю на работу под другим углом», — подумав, ответила Алина. «Чем больше столиков сегодня будет, тем больше чаевых. Благо тут с этим проблем нет». Маша согласно кивнула. В ресторан «Вермонт» ходили только обеспеченные люди, которые не скупились на чай. Правда, многие из них оказывались мерзкими личностями, которые считали, что за полученные копейки и объедки с их стола официантка должна стоять на задних лапках и вилять хвостиком. Именно такой столик сейчас и обслуживала Алина. Вообще-то, дальний столик, за который сели богатые дамочки и маленький мальчик, должна была обслуживать Мария. Однако она не смогла найти общий язык с привередливыми и надменными гостями еще на стадии выбора блюд, поэтому Беликова ее выручила. «Нет, я даже за деньги не смогу тут работать дольше, чем пару месяцев. Я только на лето устроилась», — призналась она. «Хочу стильно одеться да потусить. Кстати, после смены меня заберет парень. Мы поедем на вечеринку к озеру. Хочешь с нами?» «Нет», — отказалась Алина. «Почему? Там клево», — настаивала Маша. «Тебя предки не отпускают, да? А то у меня с мамой вечно конфликты. Я уже студентка первого курса. Он работаю, а ей все надо знать, где я и с кем. Звони, требует фотки. Глядишь, скоро на меня жучки будет ставить. Тебя тоже опекают, да?» Алина покачала головой. «Нет, если нет родителей, то некому и опекать», — ответила она. «Хотя, наверное, это не плюс». Маша охнула, не в силах сдержать эмоции, прикрыла рот ладошкой. «Алинка», — прошептала она. «Блин, прости меня». «Брось, Маш, ты же не знала», — искренне ответила девушка. Она и сама ощутила укол вины. Знает же, какая у людей реакция на ее признание. Словно, если ты сирота, то тебя обязательно надо жалеть. Алинка же в жалости не нуждалась. «У меня есть бабушка. Оно чудесное и стоит десятка родителей», — поспешила добавить Алина важный штрих к своей биографии. «Родители же погибли, когда я была маленькой. Я их и не помню толком». Алина лукавила. Ей нравилось думать, что она помнит лица родителей. Улыбку мамы, добрую и ласковую, но без демонстрации зубов. А еще выражение лица папы, который, даже будучи взрослым мужчиной, все равно выглядел, словно нашкодивший школьник. Лукавство читалось в его голубых глазах с белыми крапинками, а еще в коронной ухмылке, когда правый уголок губ отца тянулся вверх, а левый не двигался. Смотришь в его лицо и веришь, что он вот недавно где-то разбил окно футбольным мячом либо притащил в кабинет директора котенка. Однако Алина не была уверена в том, что это не фальшивое воспоминание. Возможно, она просто слишком долго вглядывалась в снимки, заботливо собранные бабулей в старый фотоальбом. Возможно, она просто слушала перед сном вместо сказок про принцесс «Очень много историй о родителях». Вот и придумала себе их образы. О чем Алина не любила думать, так о том, что ей полагалось тосковать по маме и папе. Казалось, что это было правильно. Такое положение вещей читалось в лицах людей, которые узнавали, что она рано осиротела. Мол, какая она бедная и несчастная девочка. И Аля долгое время послушно выполняла эту роль, несла на себе крест, скорбила об утрате близких. Да только по-настоящему она никогда и не испытывала этой тоски. Ведь она ни разу не оставалась одна. У нее была бабушка Аня. Бабуля заменила ей весь мир. Она, да еще, пожалуй, их соседка со второго этажа, тетя Алла, которая пекла самые лучшие яблочные пироги осенью и куличи на Пасху. А еще она умела красить брови их ной, делая их невероятно черными. Однажды она даже уговорила Алину тоже покрасить брови. Алина потом боялась выйти из дома почти месяц, хотя обе пожилые модницы клялись, что выглядит она чудесно. В общем, Алина всегда жила в любви и заботе. Скучала ли она по родителям, она не знала, можно ли скучать по тому, чего никогда не имел. Скорее, ей было грустно, порой обидно или по-детски завидно. Однако она давно перестала считать свое положение бедственным или достойным чужих крокодильих слез. Сейчас Алина закончила третий курс института, училась она на биологическом факультете. Недавно студентка приняла решение перейти на заочное обучение. Ей было необходимо позаботиться о бабушке, которая захворала. Конечно, ей помогала и тетя Алла, однако Алина хотела помочь близкому человеку самостоятельно. Началось все с обычных жалоб на сердце и ухудшение здоровья. Алина сразу затрубив тревогу, взяла упирающуюся бабулю на буксир и повезла к врачу. У бабули выявили различные нарушения, которые являются спутниками ишемической болезни сердца. Посоветовали делать операцию и не играть с судьбой. Только вот получить шанс на проведение бесплатной операции оказалось не так и просто. Алина бегала, собирая необходимые медицинские справки и документы, а потом получила отказ от врачебной комиссии. Они не сочли, что бабуле нужна срочная помощь. Тогда Беликова, стиснув зубы, обратилась в департамент здравоохранения. Лишь после этого бабушка Аня получила заветный талон. Теперь бабушка стояла в очереди на операцию по квоте, однако очередь, как казалось Алине, не двигалась. Из-за этого Алинка порой нервничала. Состояние бабушки ухудшалось, даже стали пропадать зрение, слух и голос. Медикаментозное лечение не помогало, лишь делало старушку сонной, рассеянной и слабой. Алине было больно смотреть, как угасает на ее глазах обычно бойкая и веселая бабуля. Поэтому девушка работала в поте лица. Она надеялась, что наберет достаточное количество денег, чтобы положить бабушку в частную клинику. Поэтому Алинка и относилась к выходкам гостей ресторана с буддистским спокойствием. Правда, в этот день все шло наперекосяк. Утром, когда Алина прощалась с бабушкой, то поняла, что ей стало гораздо хуже. Мысли о бледном лице бабули, Анны и пустом взгляде не давали покоя, заставляли нервничать. Она даже едва не перепутала блюда, чего с ней раньше не случалось. «Ой, Алин, там эти мегиры заносчивые, тебя зовут», — встрепенулась Маша, толкнув локтем задумавшуюся Алинку. Официантка обернулась, сразу понимая, про какой столик говорит Мария. Брюнетка за ним, с таким глубоким декольте, которое не оставляло пространства для воображения, махала рукой в воздухе. «Девушка», — позвала дамочка Алину, манерно растянув слово, «Долго вас ждать вообще». Алина отложила приборы, невольно озираясь и думая, куда делся ребенок. Ведь у этой женщины точно был маленький сын. Он съел мороженое и испарился. Когда Алина подошла, вежливо улыбаясь, девица сморщила нос и кивнула на тарелку перед собой. Салат был ужасным на вкус. Креветки сухие, салатные листья жухлые, старые. Все пересолено, а соус кислый. Заметила она. Алина посмотрела на пустую тарелку, которую гостья едва ли не вылизала. «Хорошо, я передам ваши замечания шеф-повару. Он обязательно их учтет», мягко заметила девушка, забирая тарелку. Однако гостья неожиданно для Алины вцепилась в ее руку, с силой надавив на запястье. «Девушка», снова нараспев произнесла барышня, заставляя века Алинке дернуться. «Вы не поняли?» «Его надо будет убрать из счета. Я за такие помои платить не буду». «Ого», — мысленно съерничала Аля. «Интересно, почему ты тогда с аппетитом съела эти самые помои, достойные, как стоит полагать, свиней?» напрашивается один вывод о тебе. Однако вслух Алина заметила. «Увы, но это невозможно». Лицо брюнетки вытянулось, подружки зароптали, лица гостей были направлены в эту зону надвигающихся боевых действий. «Ты что сказала?» переспросила брюнетка, сузив глаза. Алина прекрасно понимала, что перед ней сидит типичная скандалистка. Такие экзальтированные дамочки приходили в рестораны не за едой, а ради шоу. Они обожали быть в центре внимания и показывать, кто тут прав и кто здесь главный, указывая официанткам на их место. Наверное, так они самоутверждались, ибо сами из себя ничего не представляли толкового. Были аксессуарами к богатым мужьям. Только вот уступать Алина не собиралась, жертвой быть не желала. Не сегодня, когда ее последняя нервная клетка грозилась лопнуть. Понимаете, вы, безусловно, вправе потребовать бесплатной замены блюда или отказаться платить за него. Ровным тоном отчеканила Алина, отцепив свою руку. Однако для этого должны быть весомые причины. Например, волос в тарелке, недовес, замена ингредиентов, испорченная еда. Например, подгоревшая. Однако вкус это дело субъективное. К тому же, ваша тарелка абсолютно пуста, из чего я могу сделать вывод, что салат все-таки неплох. Если бы вы вернули мне нетронутое блюдо, то тогда... То есть, ты хочешь сказать, что я вру? Ради чего? Ради трех копеек? Завопила женщина, словно сирена. Да ты знаешь, чья я жена. Я могу купить не только этот салат, но и весь ресторан, чтобы потом вышвырнуть тебя отсюда пинком под твой заносчивый зад. Знай свое место. Алина посмотрела на брюнетку, понимая, что та уже слишком пьяна, чтобы вести конструктивный диалог. Наказательств тому было сразу два. Во-первых, брюнетка решила встать, но шаталась, словно березка на ветру. Во-вторых, трезвый человек вряд ли схватил бы тарелку и швырнул на пол. Алина вздрогнула, отскакивая от ранящих осколков. Неизвестно, во что бы вылился конфликт, если бы к столу не подоспел администратор Анатолий. Его вовремя позвала Маша, учуяв аромат скандала. Молодой человек широко и натянуто улыбался. Он извинился перед гостями, кивнул уборщица, чтобы та быстро смела черепки. Вскоре дамы под градом комплиментов от симпатичного и улыбчивого блондина все-таки успокоились. «Простите, леди, знаете что, еще одна бутылка вина за счет заведения. Не хочу омрачать ваш вечер столь досадным инцидентом. Надеюсь, наш комплимент сгладит выступившие углы. И, конечно, салат мы уберем из счета», проворковал администратор. Он схватил Алину за локоть, увлекая в сторону от столика. Затем Анатолий прошипел на ухо работнице. «Алька, ты чего творишь? Белины объелась. Это же не просто женщины. Они могут нас с тобой купить в качестве рабов». Алина выдернула локоть из его хватки, хмуро посмотрела. «Я? Ты считаешь, что они правы? По-хорошему, ее отсюда надо выпроводить. Она пьяная и устроила дебош с битьем посуды». «Нет, конечно, я не думаю, что они правы, Алина», признал Толик с нежностью, но также и усталостью, глядя на девушку. «Однако такие люди приносят нам огромную прибыль. Да и потом я не готов рисковать репутацией ресторана из-за какого-то салата с креветками. Они же завтра запостят в своих блогах о том, что съели тут таракана, если им не угодить. Так что будь паенькой ради меня. Улыбнись и вынеси им бутылку вина. Пусть поддавятся». Затем Толик посмотрел в хмурое лицо Алины и вздохнул. «Знаешь что, Беликова, я сам вынесу вино, а ты пойди подыши воздухом минут десять-двадцать. Тебе нужен перерыв. Мы тут справимся, я помогу». «Уверен?» Устало вздохнула Аля с благодарностью, глядя на Толика. «Давай, беги». Хлопнул официантку по спине молодой человек. Толик и Алина уже успели сблизиться. Он знал, в какой Алина находится ситуации, поэтому редко на нее ругался, даже если были поводы. Впрочем, может, это была и не единственная причина его симпатии. Беликова послушалась. Она, стянув фартук, вышла на задний двор. Официантка присела в тенечке, прикрыв глаза. Вечер был теплым, в зале, где работали кондиционеры, было даже прохладнее, поэтому Алина решила немного прогуляться по территории за рестораном. Ноги сразу повели ее к любимому месту, живописному озеру с беседкой и деревянной пристанью. Озеро было искусственным, владелец ресторана вырыл его и наполнил кувшинками и красными карпами кои, которых можно было покормить. Алина сняла балетки из гудящих ног, едва вступила на траву. Она приятно защекотала пятки. Беликова была в паре шагов от озера, когда события стали развиваться слишком стремительно. Она увидела, что мальчик, тот самый, что сидел с наглыми гостями, играет на пристани. Он тоже снял ботинки и болтал ножками над водой. Алина сразу прошиб холодный пот, словно тело ее раньше среагировало на грядущую трагедию. Официантка ускорила шаг, замечая, какой этот ребенок маленький. Ей казалась неправильной такая картинка. Одинокий малыш рядом с глубокой водой, пусть и наполненной чудесными японскими рыбками. Вдалеке были люди, но на ребенка они внимания не обращали. И тут случилось то, что заставило сердце девушки вмиг оборваться. Мальчик лег на живот и потянулся ручкой к воде, желая погладить спинку подплывшего карпа. Он тянулся и полз все дальше и дальше, поворачивая руку туда и сюда, но успел коснуться кончиками пальцев лишь прохладной воды. Разбалованные бело-красные рыбки, словно играя, всплывали, надеясь получить угощение, а потом снова прятались. Ребенок смеялся, тянулся к ним, забывая про опасность. «Мальчик, мальчик, не надо, это опасно!» крикнула Алина. Однако было поздно, а ребенок сделал рывок за одним из больших карпов и даже не успев вскрикнуть, с громким плеском упал в воду. Вместо мальчика крикнула Алина, испуганно и тонко. Она бросила обувь и сразу побежала к доскам. Рука мальчонки вскинулась над водой, поднимая брызги. Он забарахтался, но почти сразу исчез, словно сдался и пошел ко дну. Алина и сама очень плохо плавала, но ей было плевать. Не думая о том, какая в озере глубина, она бросилась в воду за мальчиком. Алина открыла глаза в мутной воде, пытаясь разглядеть мальчонку, но тщетно. Ее пришлось вынырнуть, судорожно схватить ртом воздух, а затем вновь нырнуть и, о чудо, она увидела ребенка. Алинка схватила его, поволокла наверх за собой. Девушка вытолкала его на поверхность воды, ближе к спасительному воздуху. В этот момент другие гости, которые выходили погулять или покурить, тоже подоспели к озеру. Они подхватили малыша, затаскивая на доски. Алина хотела было выбраться следом, но дыхания не хватило, ногу внезапно свело судорогой. Девушку скрутила, она ногтями вцепилась в ногу, желая болью привести себя в чувство. Легкие горели, она, испытав отчаяние, открыла рот, отчего озерная вода хлынула в ее горло. В какой-то момент Алина думала, что тут, на дне озера, среди карпов, она и найдет свой покой. Не самый худший финал, если подумать. Она могла бы стать русалкой, городской легендой и посмертно развлекать гостей, ресторана и туристов. Только вот бабушку было жалко. Она потеряла сына и невестку. Она лишилась мужа, у нее осталась только она, Алька. Мысли о бабуле придали опустошенной девушке сил, словно бы открылось второе дыхание. Она рванула наверх к свету и... Ах! Алина жадно вдохнула воздух. Кто-то упал в воду рядом, обнял ее за пояс, потащил к берегу. Алина, пытаясь надышаться, благодарно обмякла в чужих руках. Когда она открыла глаза, то увидела Толика, администратор испуганно смотрел в ее лицо. Алина, ты как, мать твою? Я тебя воздухом отправил подышать, Беликова. Воздухом? Ты на кой черт в воду полезла, дура бестолковая? Да я тебя. Я тебя. Было видно, что Толик очень напуган, однако поблагодарить его Алька не смогла. Вместо ответа Алина резко оттолкнула Толика и, повернувшись лицом к траве, выплеснула из желудка воду, которая успела нахлебаться. Толик потер ее плечи, Алина поняла, что ее колотит. Как мальчик? Просипела она, вытирая губы. Все нормально дышит, благо искусственное дыхание. Теперь ждем скорую, отрапортовал Толик. Тебе, Алька, дыхание рот в рот не нужно? А то я мигом. Алька фыркнула от смеха, Толик расслабленно выдохнул, понимая, что если девушка улыбается, значит худшая позади. Алина упала на спину, посмотрела в небо. Почему-то она вспомнила Андрея Балконского, упавшего на поле сражения и взирающего на небо над Аустралицем. Наверное, потому что и сама Аля чувствовала себя измотанной, словно сама билась с французами. Беликова даже не знала, что главная битва ей еще предстоит. Вместо неба над ней внезапно появилось лицо той самой брюнетки, раскрасневшейся, гневной. «Ты что сделала с моим сыном, стерва? Ты решила его утопить?» заорала она. «Как ты посмела, тварь! Место свое забыла, плебейка! Бедный мой мальчик, бедный Матвей!» Алина на силу села и подняла отяжелевшую голову. Дыхание ее все еще было тяжелым. Глаза женщины, без того красные от выпитого алкоголя, показались Алине безумными. Она пренебрежительно сверху вниз посмотрела на официантку. «Мерзость!» выплюнула она, замечая внешний вид неудавшейся утопленницы. Алина, которая даже дух не успела перевести в этот момент, вовсе опешила. Нет, она не ожидала, что получит медальку за спасение утопающего, но хотя бы сердечную благодарность была бы рада услышать. Все-таки она рискнула своей жизнью ради малыша, и уж точно официантка не думала, что в награду услышит брань. Беликова открыла было рот, чтобы возразить, но не нашла в себе ни сил на спор или объяснение неподходящих слов. Она попробовала встать, но голова закружилась, перед глазами потемнело, к горлу вновь поступила тошнота. Алина коснулась холодными и дрожащими пальцами лба и загнулась пополам, ее держал Толик. Послушайте, выступил вперед администратор, Алина же вашего сына спасла, вон у нас множество свидетелей, вы бы ей в ноги поклонились, а не орали. Если бы у Алины были силы, она бы удивилась смене поведения Анатолия. Да что ты говоришь, ты с ней заодно, да? сплеснула руками гостья. Да если бы не вы все, то мой Матвей бы не оказался в опасности. Я тут вас всех засужу, ясно? Все, я звоню мужу, он камня на камне не оставит. Гостья заведения, колотясь от гнева, начала рыться в сумке в поисках главного оружия нашего времени, смартфон. Да, Алина за годы общения с богатенькими клиентами и студентами мажорами, коих в ее институте было полно, уже запомнила, что одним звонком нужному человеку люди могли решить любые проблемы. Увы, но парировать подобные удары Алине было нечем. В ее телефоне были только номера бабули, тети Аллы, Толика, старосты курса, декана и лучшей подружки. С другой стороны, позвонив на бабушке Ане, она бы мигом примчалась и всех тут на место поставила. Боевая была старушка, несмотря на свой возраст, но пока не заболела. Теперь она чаще лежала на кровати и редко сидела на лавке у подъезда. Невзирая на попытки Анатолия уладить ситуацию, женщина набрала номер таинственного супруга. Затем она победно вскинула подбородок и смерила Алину взглядом победительницы. «Он скоро будет», заявила она. Игорь Мельников увидев на экране имя Маргариты невольно сцепил зубы. Звонки ее ничего хорошего не предвещали. Он был за рулем, поэтому нажал на кнопку. Салон новенькой иномарки наполнили театральные всхлипы женщины. «Милый, Игореша», хныкала она. «Наш сыночек, он чуть ли не утонул. Сейчас едут врачи, Игорь, ты нам так нужен». Игорь резко побледнел. Узнав у жены адрес, он резко развернул руль, меняя курс. Вскоре мужчина уже прибыл в ресторан «Вермонт». Там, за зданием, у озера толпились люди. «Дорогой!» крикнула Маргарита, которая первая заметила мужа. Она подбежала, бросаясь на шею мужчины. Брюнетка цепко и ловко обвила его длинными руками, пряча лицо на груди. Мужчина поморщился. Было неясно, что именно стало причиной явно брезгливого выражения его лица. Вероятных причин было три. Первая, от нападения Марго он пошатнулся и был вынужден сделать шаг назад. Вторая, отриты за километр несло смесью алкоголя и еще резких духов, баснословно дорогих, но напоминающих мужчине запахи сортира. Третья, Маргарита практически была его бывшей женой, однако упорно не желала признавать этот факт. Она вешалась на Игоря при любой подвернувшейся возможности, звонила ему по пустяковым поводам, требуя внимания и помощи. Обычно она прикрывалась заботой о сыне, мол, Игореша, приезжай на выходные, наш мальчик скучает по папе. Однако в этот раз повод для встречи был серьезным, Игорь понял это сразу, едва приметил карету скорой помощи, поэтому он на силу отцепив от себя руки супруги потребовал объяснений. Где Матвей? Что случилось? Рита облизнула губы, стрельнула глазами в притихших официантов. Понимаешь, мы поругались с официанткой, надменная и заносчивая девица принесла мне дрянной салат, когда я сделала ей замечание, она начала спорить со мной. Однако администратор указал ей на ее место, и что ты думаешь, она пошла на улицу к Матвею, толкнула его в воду. «Неправда!» крикнула Аля, покраснев от испуга и досады. «Я спасла ребенка, он тянулся к рыбкам и упал». «А ты оказалась в нужное время и в нужном месте, да?» прошипела Марго. Она пошатывалась на каблуках, поэтому вцепилась в плечо мужчины, чтобы стоять ровнее. «Верю, что потом ты одумалась и попыталась его спасти, только вот это тебе уже не поможет», заявила Рита. «Не бывает таких совпадений, чтобы после ссоры ты побежала к моему сыну просто так. Твое место в зале носить тарелки, а не гулять у озера. Правда, милый?» Алина опешила, Анатолий накинул на ее плечи принесенный плед, пытаясь согреть. Игорь потер лоб, снова посмотрел усталым взглядом на жену. «Рита, где мой сын?» повторил он главный вопрос, начиная выходить из себя. Маргарита растерялась, стала озираться по сторонам в поисках ребенка. «Он в машине скорой помощи», сказал Толик. Игорь кивнул и поспешил к карете. Рита посеменила следом. «Игорек, подожди, а как же эта сволочь? Она нашего сына!» «Рита», рявкнул Игорь, «ты с ума сошла? Почему ты вообще устроила охоту на ведьм вместо того, чтобы бежать к Матвею и быть рядом? И почему, скажи на милость, наш четырехлетний ребенок был один у озера?» «Где была ты?» «Опять пила?» Брюнетка остановилась, губы ее обиженно задрожали, глаза наполнились слезами. «Игореша», «Игореша», заныла она, «Я... Я...» «Молчи», отмахнулся он и поспешил к врачам. Игорь испытал огромное облегчение, заметив, что ребенок его цел и невредим. Он сидел в кресле, болтал ногами, одетый в плед. Мария успела принести ему теплый чай и печенье, поэтому малыш был вполне доволен жизнью и напрочь забыл про испуг. «Папочка!» ахнул он радостно, увидев Игоря. Отец обнял сына, прижав к себе, целуя влажные волосы. «Матвей, как же так? Как тебя угораздило?» «Мне было скучно», пожаловался мальчик. «Мама меня выгнала из-за стола, потому что я не должен слушать взрослые разговоры. Я пошел сюда смотреть на рыбок и увидел, что они золотые. Я хотел поймать одну, чтобы загадать желание, но не смог. Я упал в воду, а потом меня спасла русалка». «Русалка?» эхом переспросил мужчина, гладя голову сына. «Ага», кивнул мальчик, впихнув в рот остатки печенья. «Красивая, я ее точно видел». Мужчина вспомнил бледное лицо официантки с огромными голубыми глазами и тонкими чертами. Наверное, она и была той самой русалкой. «Какое желание ты хотел попросить у рыбки, Матвей?» «Я же, я же любое твое желание и так готов исполнить», устало, сказал Игорь. Матвей насупился, опустив голову. «Но это ты не исполняешь. Я хочу жить с тобой». Затем мальчик просиял. «А ведь я потрогал рыбку. Значит, желание все-таки исполнится». Сердце мужчины сжалось, он вновь прижал к себе ребенка, целуя в висок. «Не знаю, я тоже этого очень хочу, Матвей», признался он. Игорь не лгал, он все еще не развелся с женой лишь потому, что никак не мог забрать сына, оставлять же Матвея с Маргаритой он не желал. Рите было всегда плевать на их сына, она вообще бы не забеременела, если бы не желала оставить при себе богатого мужчину. Она показала тест с двумя полосками практически сразу после их знакомства, когда Игорь еще считал ее славной девушкой. Он не подозревал, какой сюрприз его ждет в будущем. Игорь до сих пор с шоком вспоминал, как Рита на полном серьезе спрашивала врача, можно ли достать ребенка из нее пораньше. Мол, она устала ходить с животом и желает снова пить коктейли с подружками, да и кормить грудью она не будет, не хочет портить бюст. Какое-то время Игорь терпел выходки Риты, надеясь, что она одумается, станет нормальной мамой, только вот становилось лишь хуже, поэтому полгода назад он съехал из дома и объявил о разводе. Рита за всю жизнь не проработавшая и дня упускать золотую жилу не желала, поэтому она и шантажировала Игоря ребенком, говоря, что суд точно оставит сына с мамой. Однако теперь все изменилось. Побеседовав с врачами, Игорь оставил сына ненадолго, пообещав забрать домой. Затем он вернулся к жене, которая все еще угрожала бедной официантке расправой и китайскими пытками. Игорь, обведя взглядом публику, обратился к Толику. «У вас есть наружные камеры наблюдения?» «Да», кивнул парень, оживившись. «Есть». «Простите, у меня тоже должна быть запись», заметил мужчина из толпы, подняв руку. «Я видеооператор на юбилее, снимал с другой стороны озера гостей, когда все случилось». «Отлично», кивнул Игорь решительно. «Не могли бы вы все показать, и если понадобится, то отнести в суд? Также мне понадобятся записи из зала ресторана в момент, когда произошел инцидент». Услышав про видеозаписи, Марго стушевалась, потупила взор. «Игорь, ладно тебе, какой суд? Просто попроси, чтобы девку уволили», потребовала она. Брови мужчины едва дернулись, затем он усмехнулся. «Риточка, ты еще не поняла?» спросил он вкратчиво. «Я очень сомневаюсь, что эта леди, рисковавшая жизнью из-за чужого ребенка, сама толкнула его в воду. Видео нужны мне для другого. Я понесу в суд вещественные доказательства твоей неблагонадежности. Хочу показать всем, какая ты мать на самом деле, а не в своем интернет-блоге». Рита сначала испуганно отшатнулась, резко покраснев. Затем она сжала кулаки, заскрежетала зубами. «Да как ты смеешь! Я тебе позвонила, чтобы ты помог сыну, и... Я это и делаю. Спасаю Матвея от такой матери», перебил жену Игорь. Вскоре видеозаписи были собраны и продемонстрированы. К несчастью для Маргариты всем стало ясно, что Алина бросилась спасать ребенка, тогда как его мать хохотала с подружками в зале, разливая халявную бутылку вина. Рита попыталась пойти на попятную, уладить конфликт, но тщетно. Собрав доказательства и забрав сына, Игорь покинул ресторан. Поджав хвост, прочь поспешила и Рита. Увы, но Алине никто так и не сказал спасибо. Только потом, когда Беликова уже отошла от шока и переоделась в сухое, к ней снова подошел Толик. Он принес ей чашку горячего шоколада. «Алин, ты извини, что я не сразу встал на твою сторону», смущенно сказал он. «Рад, что с тобой ничего не случилось». Алина улыбнулась и с удовольствием глотнула напиток, а затем удивленно хихикнула. «Боже, он такой сладкий! Надо сказать Сашке, что он переборщил», заметила девушка, вспоминая бармена. Анатолий густо покраснел. «Вообще-то я сам его сделал. Давай унесу и попрошу Сашу сделать нормальный». Алина, удивленная, кружку не отдала, утверждая, что выпьет все до последней капли. «Я люблю сладкое», сказала она администратору. Толик лишь кивнул, пробормотал что-то про свое возвращение к работе и велел ей поехать домой и отдохнуть. Алина, глядя вслед администратору, его не узнавала. Молодой человек и сам не понимал, что с ним случилось. Просто когда он увидел, как Алина уходит под воду, у него сердце едва не остановилось. С того случая минула неделя. В жизни Алины произошли некоторые изменения. Например, коллеги теперь называли ее героиней, спасательницей Малибу и русалочкой. Также про ее поступок начали слагать легенды, причем приукрашенные. Алина бы не удивилась, если бы услышала в один из рабочих дней, что билась за жизнь ребенка с акулами, а спасенный мальчик оказался принцем Персии. Помимо этого Беликова не могла не заметить, что изменилось и отношение Толика. Мария, падкая на любые романы, в том числе и служебные, тоже приметила, как администратор смотрит на Алину и пророчила им любовь до гроба. «У меня чуйка на такие вещи», шептала Маша подруги. «У меня в роду была бабка ведунья, между прочим, гадала на любовь, так что и у меня есть некие способности. Я даже пару раз видела вещи и сны, так что я чувствую, что между вами что-то будет». Алина лишь отмахивалась, смущенно краснее. Однако она подумала, что и ей Толик симпатичен. Он, как и она, совмещал работу в ресторане с учебой, но уже с сентября был на пятом курсе. И вот вновь наступила пятница. Алина подняла голову, заметив, что в зал вошли новые гости. Девушка замерла на миг, узнав мужчину и мальчика, которого тот вел за руку. Они сяли за столик, позвав к себе официантку. Алина принесла меню, а мальчик, увидев ее, воскликнул. «Русалочка!» Алина нервно улыбнулась, пряча прядь волос за ухо. Отец же улыбнулся сыну и затем перевел взгляд на официантку. «Здравствуйте, Алина. Я сожалею, что не успел сказать вам спасибо. Вот мы приехали, чтобы исправиться». Алина улыбнулась шире. Она уже начала волноваться, что с ней снова будут ругаться. «Не стоит, я сделала то, что должна была», сказала она. Мужчина задумчиво на нее посмотрел, затем снова перевел взгляд на ребенка, изучающего картинки в меню. «Алина, вы не просто спасли жизнь ребенку, вы исполнили его заветное желание, да и мое тоже», заметил мужчина таинственно, а потом улыбнулся девушке. «Так что баш на баш, я готов исполнить и ваше заветное желание. Чего вы хотите?» Алина опешила, заморгала. «Да нет, ничего не надо». «Бросьте, все чего-то хотят». «Ну, может помочь вам с учебой, не знаю, поездкой куда-нибудь», настаивал Игорь. «С учебой я справлюсь, а на путешествия нет времени». Игорь нахмурился, забарабанил пальцами по столу. «А зачем вы работаете здесь?» «Как и все», пожалла плечами Алина, не желая раскрывать душу. «Правда?» Мужчина посмотрел на Машу, которая порхала от столика к столику. «Думаю, у всех все же разные мотивы. Я в детстве работал, чтобы купить себе джинсовый костюм, но мне кажется, что вы не ради вещей трудитесь». Алина хотела ответить, но вступил в разговор уже и Матвей, ткнув пальцем в мороженое. «Хочу мороженое со взбитыми сливками и фруктами. Папа, можно?» «Только после ужина», ответил мужчина. Они выбрали блюда и десерты, отпустив Алину. Пока девушка хлопотала над заказом, мужчина успел подозвать к себе и Марию. Болтливая официантка мигом изложила Игорю о том, какие проблемы есть у Алины. Поэтому Алина, не успев вынести горячее, уже получила предложение от Игоря. «Я оплачу операцию вашей бабушке». Алина ахнула, едва не уронив Жульен, затем покосилась на Машу, которая виновата, шаркнув ножкой, скрылась на кухне. «Я сама», начала была Алина. Игорь ее перебил. «Девушка, позвольте мне, ведь это будет честно, жизнь за жизнь. Не заставляйте меня жить с чувством долга. Да и потом, вы же не просите, я сам предлагаю». После недолгого обсуждения Алина сдалась. Она решила, принять помощь этого человека. Когда отец и сын поужинали и покинули заведение, Алина пришла, чтобы убрать столик. Она обнаружила в качестве чаевых крупную сумму денег. Подумав, она впервые решила ее не откладывать, а поехала погулять с новыми друзьями. Машкой, ее парнем и Толиком. Она давно так много не смеялась. Игорь слово сдержал. Вскоре бабушку прооперировали. Врачи заметили, что если бы женщину привезли хоть на месяц позже, то было бы поздно. Однако катастрофа миновала. Бабушка Аня пошла на поправку. Тетя Алла уже успела накрасить ей брови хной. Алина от таких новостей воспрянула духом. Она стала чаще улыбаться, жизнь ее стала гораздо ярче и легче. Когда наступил сентябрь, Алина оставила работу в ресторане, вплотную занявшись учебой. На заочное она так и не перевелась. С прежнего места работы она забрала не только накопленные чаевые. Там у нее появилась подруга Машка, молодой человек Анатолий, признавшийся ей в чувствах в июле. А еще она стала подрабатывать у Игоря, иногда сидя с маленьким Матвеем в качестве няни. И кто знает, может мальчик все-таки поймал золотую рыбку, которая исполняла заветное желание. И как хорошо, что одно желание ребенка притянуло к себе множество других. Еще лучше, что все они исполнились.